Памятная стела на набережной реки Мзымта выполнена в виде раскрытой книги. На ее страницах изображен разбившийся самолет и список имен погибших. 84 человека и 8 членов экипажа. Они летели в Сирию с мирной миссией. Тысячи и тысячи сочинцев шли на набережную, в этот сквер с цветами. В Сирии появлялось много цветов. Люди искренне сожалели тому горю, которое случилось в России. Действительно, Россия потеряла самых надежных, самых надежных патриотов, самых надежных своих сыновей и дочерей. Сегодня скорбный день. Сегодня мы отдаем долг памяти пассажирам, которые погибли через несколько минут после взлета над Черным морем под Сочи. Мемориал как дань памяти. Со дня трагедии прошло два с половиной года. Погибли 65 артистов академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Семь военнослужащих. Один из них – капитан пресс-службы Минобороны Сергей Абросимов. Сопровождал девять журналистов. Да, это очень значимо. Я очень хотела этого. Все эти два с половиной года я стремилась сюда. Просто я боялась, что не найду. И теперь у меня действительно есть куда приехать. Мэрия курорта подобрала подходящее место и взяла на себя его благоустройство, а также работу по установке стелы. Официальные представители Вооруженных сил России поблагодарили город Сочи и лично мэра Анатолия Пахомова за помощь. Я выражаю искреннюю признательность и благодарность организаторам вот этой идеи. Руководителю администрации города Сочи Пахомову Анатолию Николаевичу за его решение открыть стелу именно здесь. Надеюсь, что память о наших боевых товарищах, о родных и близких будет долго и долго в наших сердцах. Мемориал расположен в центре Адлера на набережной реки Мзымта. Эта территория считается у горожан местом памяти. Здесь установлены памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Татьяна Говоркова, Елена Овсейцин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.